Сколько лет окаменелостям? Если вы, как и я, посещали государственные школы, то у вас уже наверняка есть ответ – миллионы лет. Я вырос на стандартном эволюционном учении о горных породах и окаменелостях, утверждающем, что медленное образование окаменелостей – это истина, и что окаменелостям миллионы лет. Я читал книги с детальными и цветными диаграммами, показывающими, что окаменелости формируются в основном тогда, когда животные и растения умирают в водной среде. Часто была сноска на древние моря, существовавшие миллионы лет тому назад, конечно, в тех местах, где была обнаружена конкретная окаменелость. Тогда я мог с легкостью рассказать последовательность формирования окаменелостей любому интересующемуся взрослому. Обычно я использовал популярные примеры с рыбой, которые я часто слышал. В соответствии с типичной последовательностью картинок, которые видел во множестве книг, рыба умерла, опустилась на дно реки и медленно покрылась осадками и грязью. После чего прошли миллионы лет, и осадки спрессовались по мере накопления новых слоев. А грязь вместе с рыбой окаменели. Вуаля, вот и появилась ископаемая. Этот предположительно научный сценарий выглядел так убедительно, что я никогда не пробовал сравнить его с тем, что было наблюдаемо мною на самом деле, в то время как я сидел на деревянном причале Ньюфаунленда, свесив с него ноги. Если бы я задумался хотя бы немножко об этом, то я бы тут же обнаружил, что я своими собственными глазами видел, как мертвая рыба раздувается и плавает на поверхности воды. Когда она достигает дна, то растаскивается крабами и другими падальщиками довольно быстро. Даже кости быстро исчезают. Сейчас я понимаю, что меня учили, что именно я должен думать, а не как я должен думать, и я никогда не слышал, чтобы кто-либо поддавал сомнению эти идеи в классе. Точно так же, как и я в связи с эволюционной индоктринацией в школах, большинство людей, даже христиан, все же верят, что на формирование горных пород нужны миллионы лет, как и на формирование каменелости. Сейчас я понимаю, что основная причина, по которой я никогда не сомневался в этих идеях, состоит в том, что мне никогда не представляли альтернативных вариантов процесса формирования каменелости. Я никогда не слышал, чтобы хотя бы хоть кто-то в мои ранние годы упомянул, что гигантская катастрофа, в частности, всемирный потоп, описанный в Библии, могла бы быстро и полностью похоронить животных, образовав окаменелости. Пересмотрев принципы фасилизации уже много лет спустя, я понял, что исследователи-эволюционисты не способны объяснить многие данные в рамках парадигмы долгих эпох. Вероятно, именно поэтому, с недавнего времени, они начали принимать и включать катастрофические объяснения в свою эволюционную систему. Например, как объяснить находки окаменевших животных, застывших в момент очень специфических, кратковременных действий, таких как еда или роды. Например, окаменелость кальмароподобного существа была обнаружена на южном побережье Англии с щупальцами, обхватившими рыбу с раздавленной головой. Это предполагаемое 200-миллионолетнее ископаемое было обнаружено в 19 веке. Недавно было повторно изучено и идентифицировано как самый древний известный пример калиоида. Класс головоногих моллюсков, к которому относятся осьминоги, кальмары и каракатицы, нападающие на добычу. Похоже, что белемноид поймал, убил и собирался съесть рыбу, когда, по мнению исследователей-эволюционистов, оба живых существа были погребены в осадках в результате катастрофического события так быстро, что мгновенно застыли. И очевидно, окаменели довольно быстро, прежде чем наступило разложение. Ведь головоногие моллюски, такие как кальмары и осьминоги, после смерти быстро превращаются в желе. Такие окаменелости все чаще обретают известность. Например, в Музее сотворения в США выставлена окаменевшая рыба, проглатывающая другую рыбу в момент погребения обоих. Еще одна окаменелость – это окаменевший мечехвост, чьи следы видны в отложениях, по которым он передвигался. Это указывает на то, что он не только был погребен с молниеносной быстротой, согласно общепринятой геологической точке зрения, но и о том, что в осадочных породах были созданы подходящие химические условия для быстрого окаменения, чтобы сохранить образец и его следы. Это исключает необходимость в каких-либо процессах глубокого времени для объяснения процесса окаменения. Еще более быстро разлагающиеся мягкотелые животные, такие как медузы, были найдены в Австралии, Германии, Канаде, США и в других странах. Это представляет собой трудную загадку для ученых эволюционистов, потому что медузы разлагаются так быстро, что, как правило, не оставляют после себя никаких следов. Детали обнаруженных окаменевших медуз настолько хорошо сохранились, что позволяют увидеть мельчайшие детали, демонстрирующие сложность предположительно древних медуз, которые на самом деле очень схожи на современных. Это означает, что эти окаменелости образовались очень быстро. А значит, осадочная порода, в которой они находились, затвердела почти сразу, а не медленно, в течение тысячи лет. Окаменелости обычно вкраплены в горные породы, что означает, что если окаменение организма произошло быстро, то и порода, в которой они находятся, должна была сформироваться быстро тоже. И, как мы только что увидели, окаменелости и горные породы, о которых я упоминал ранее, появились совсем не так, как мне рассказывали в молодости, когда я был наивным и легко поддающимся влиянию студентам. Но натуралистическая индоктринация, через которую прошло большинство людей, очень сильна, и иногда ее трудно побороть. Большинство из нас говорили снова и снова, с самого раннего детства, что для формирования значительной части пластов, которые мы видим по всему миру, требуются миллионы лет. Однако, есть много доказательств, противоречащих этой парадигме долгих эпох. По аналогии с нашими находками рыбьих окаменелости, как в этой парадигме объяснить часы в скале, найденной в Вашингтоне, США в 1975 году? Очевидно, что часы не являются конструкцией, которой миллионы лет, а порода, в которую они включены, образовалась уже после того, как часы были найдены, что не позволяет читать древние ископаемые реликвии. Итак, мы знаем, что горные породы могут быстро формироваться при подходящих условиях, и мы можем найти доказательства этому по всему миру. Все эти окаменелости, найденные по всей Земле, согласуются с быстрым катастрофическим захоронением, а огромные масштабы и размах, в котором их находят, говорят о том, что они являются следствием всемирного потопа, описанного в Бытие 6.9, Ноева потопа. Когда вы осознаете, что это было реальное событие, то становится понятно, что потоп должен был смести растения и животных, создав огромное количество биомассы и похоронить их в водных отложениях. Это означает, что многие из них были погребены массово, что привело бы к образованию огромных кладбищ ископаемых, которые мы находим в больших количествах по всему миру. В качестве примера можно привести найденные в одном месте окаменелости существ, которые обычно не живут в одной и той же среде, но которые были найдены в таких кладбищах окаменелости, как карьер-миссаль в Германии. Здесь найдены окаменелости птиц, земноводных, рептилий, насекомых, рыб и млекопитающих вперемешку. Это еще раз опровергает старую историю о медленной и неуклонной эволюции, которой меня учили. Мало того, многие из животных в карьере, некоторые из них вымерли, а другие похожи на тех, кого мы видим в наше время, так хорошо сохранились, что все еще виден их цвет, мех, пища в желудке, а также их действия, например, спаривающиеся черепахи, в момент катастрофы, покрывшие их. Сколько времени требуется на формирование окаменелости? Попробуйте задать этот вопрос своим друзьям и семье в качестве эксперимента. Тем, кто не знаком с этими аргументами, конечно же, чтобы узнать, что думает большинство людей об этом. Что же вы услышите? Миллион лет? Сто тысяч? Десять тысяч? Неделю? Многие из них закачают головой в недоумении, когда вы сообщите им научный факт. Один день. Да, это правда. Окаменелости были созданы в лаборатории за 24 часа, в точности имитируя естественные процессы. Эта новость была опубликована в светской статье из Бристольского университета под названием «Создание синтетических окаменелостей в лаборатории проливает свет на процессы окаменения», в которой говорится, что экспериментальные образцы, или то, что они называют синтетическими окаменелостями, сравнивались с настоящими окаменелостями, возраст которых предположительно составляет тысячи или миллионы лет. И они оказались практически идентичными. В статье говорится, что их сходство не только поверхностное, не только визуальное, но и микроскопическое, как обнаружено с помощью сканирующего электронного микроскопа. Ученые даже обнаружили, что, как и в естественных окаменелостях, суточные окаменелости содержат сохранившиеся микроскопические пигмент-содержащие структуры, называемые меланосомами, которые находятся внутри органических пленок экспериментальных перьев птиц и чешуи ящериц, в то время как нестабильные белковые и жировые ткани разрушились и отсутствуют. Этот эксперимент, проведенный с помощью гидравлического пресса, показывает, что при правильных условиях окаменелости действительно могут образовываться очень быстро, а не за миллионы лет. Ископаемые, найденные по всему миру, имеют смысл только в свете всемирного потопа. Быстрое захоронение, вызванное последовательными приливами воды и связанными с ними слоями осадочных пород, сохранило и фасилизировало тела животных и даже отпечатки их лап и другие следы. 2 Петра 3, 3, 6 гласит, «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Но и в потоп – единственное ясное объяснение огромному разнообразию окаменелостей, которые специалисты находят сегодня. И мощные свидетельства быстро захороненных животных, прежде чем они успели разложиться или были растянуты падальщиками, таких как осьминоги и медузы, говорят о подлинности библейского рассказа. Иисус сказал, «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Иоанна 3.12. Эти темы можно использовать в качестве моста между материальным и духовным в разговоре с теми, кто вокруг вас. Почему бы не запланировать вопрос, сколько времени требуется для образования окаменелости кому-нибудь из ваших знакомых? Это может стать отличным трамплином для замечательных бесед, которые Господь использует, чтобы просветить кого-то в вашей жизни об истине Божьего Слова, особенно евангельского послания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!